всем привет ребята все закрылась у нас навигация на всех водоемах смоленской области осталось только десногорская и смоленское водохранилище теперь всю зиму будем плавать в десногорске на смоленском водохранилище там плавать нефиг там рыбы нет сегодня у нас андрюха всем привет да наконец-то он перестал делать свои лестницы на один день удалось его вытащить будем ловить всех кто клюнет все как обычно ну естественно надеяться что кто-то будет толстый специально ловить мелкого окуня мы сегодня совсем не будем будем искать что-то жирненькое может нам повезет баркас дворе кто спрашивает что у нас тут в лодке творится мотор 9 и 9 то хацу эхолот ловранс hds 7 life аккумуляторы все титанат с новым кулометром недавно поставили теперь точно заряд показывает и сколько вольт и заряд сколько осталось на тут маленький на 25 ампер часов специально для эхолота можно было один оставить но решил два лучше не всегда большой с собой берешь тут у нас минкота повар драйв якорь наш все ну про спиннинги потом в процессе рыбалки расскажем лодка алькор 360 то есть аквилон 360 это одно и то же как вам погодка через два часа пойдет дождь и ветер так обещали синоптики так мужики доплыли мы до первой точки начнем с проложки птицовская чем их рекламирую реклама вообще не буду рассказывать где рыбу ловлю как я ее ловлю нафига я снял два видео длинных подробных как ловить рыбу как искать почему искать как вставать почему вставать как это выглядит еле-еле одно-то 20 тысяч просмотров видео набрало второе еле-еле там что-то 15 тысяч просмотров это я не знаю пернуть в камеру это больше посмотрит так что ребята не обижайтесь подробных клевых видосов больше не будет и знаете сколько подписалось с того видоса где вот подробно рассказывал по статистике минус один минус один с обзора насоса плюс семь подписчиков как ловить рыбу пост получасового видоса в 20 тысяч просмотров минус один человек то есть никому не понравилось 20 тысяч терпела один не вытерпел и отписался ладно ловим побурчал перло и так ребята сделал я первых три пробных заброса и решил что можно начать обзор нового спиннинга сначала начал молча думаю вдруг спиннинг говно и я вообще про него ничего говорить не буду нет ребята не говно это ребята новый спиннинг у меня появился от ронин раша под названием буллет и все как вы любите его и тест 942 длина 244 и самое главное цена что-то там около 9 тысяч рублей где-то так на сегодняшний день как будет завтра уже не знаю почему я сначала молчал спиннинг в принципе предназначен для дальнего заброса для ловли жереха на больших расстояниях на какие-нибудь там колебалки каст мастера или еще что-то подобное вот так его позиционирует производитель но я его взял для джига и когда разговаривал с представителем компании то заранее сказал если говорю мне спиннинг не понравится я ничего про него вообще говорить не буду могу потом назад отослать но вот после нескольких забросов я понял что спиннинг стоящие ребята и его можно использовать для джига стучит просто отлично не хуже чем перфект джиги орионы и все это остальное ну может хуже чем орион может но не точно в принципе орион тут у меня стоит вот петерсовская чебурашка 20 грамм дно не очень крепкая но я отчетливо понимаю что там делается что построю ребята у этого спиннинга построю тут это как вам сказать можно назвать фаст или так вот даже медиум фаст ну гнется он от середины толстый мощный комель и от середины гнется ну даже не знаю как назвать этот строй ну назовем его просто фаст такой регуляр фаст для чего он подойдет ну естественно для колебалок для вертушек для дальнего заброса и как видите для джига он тоже отлично себя ведет так видите как отыгрывает вершинка шопа коряжка что еще интересного в этом спиннинге у него очень большие пропускные кольца тюльпан просто здоровее это сделано для того чтобы ну многие любят чтобы зимой были большие кольца вот пожалуйста мы их имеем хотя я уже сто раз говорил что больше зависит от плетенки и чем вы ее смазываете величина колец это как бы дело второстепенное но здесь по просьбам трудящихся стоят большие кольца чтобы ловить в хале в холодное время года ручка из эвы сзади гаечка карбоновая спиннинг очень даже такой приятный и симпатичный пока больше сказать нечего посмотрим как он на рыбе себя вести будет если клюнет хорошая была пока я камеру включал у андрюхи сошел очень мощный судак грамм на триста поклевочка то было а смотрите на что он ловит гад это секретная резина опять же от пятерцова да не о чем его рекламируем а вот правда андрюха пора деньги засылать пора весь народ так уже давно и думает что тут уже давно чуваки себе уже так как он представителей цуёки в россии их уже от слова вика трясет им же все рыболовные магазины звонят и спрашивают будет ли вика когда будет вика их уже трясет от этих вопросов но и понятия не имеют почему эту вику все спрашивают так же и тут непонятно куда клюнул мелкий наверное есть клычок да так ребята удалось разловить новый спиннинг а сошел йорк сошел нормальный такой закилошный ёршик был поролонинку съел а чё сошел плохо сидел гад ну ладно продолжу андрюхи тоже кто-то сошел они тоже так клюют как-то не ударчик был но такой знаешь незвонкий а у меня хороший был удар прям а тут так день вяленько видимо не дотянулся он до крючков как-то за шкурку поймался за самый краешек шкурка порвалась не ну спиннинг вяжет да и сечь он должен при таком тесте тест до 42 грамм тут полюбас он должен был комлем просечь я же не секу вершинкой к верху я секу так под углом под как его под тупым углом секу значит петерсовские крючки тупые вот я нашел причину да это точно так что-то поролонку куснули пару раз никто не поймался и больше не хотят положим ее пока в каебочку достанем нашу любимую с фишинг цвет по 16 соточка вот на нее нам должно повезти где тут правильный чебуратор 20 грамм под нами 11 метров выкидываем на 7 8 и стаскиваем там много коряшек андрюха уже три резинки оторвал у меня поролонка проскакивала но сейчас я его загоню очень быстро переехали на другое место а то там простояли целый час ну сорвалась по одной рыбке было еще по одной поклевке ну и как-то на этом решили что что-то как-то без перспективно мы тут стоим переехали в другое место так наверное ёршик поймался ну или окунь кто-то небольшой и веселенький окунь а какой толстячок ну не совсем дохлый так съел сотую резиночку с фишинг по 16 прошлом видосики я вам про них говорил это стабильная резинка которая ловит уже на протяжении нескольких лет и практически на любом водоеме ссылка всегда в описании окунь так спиннинг разловлен первая рыба окунь я надеялся будет толстый судак который сорвался сотую резинку теребонькали на каждом забросе но как-то не заедали ее ну решил поставить 76 тоже из фишинг тот же цвет все у них нет шансов сейчас поглядим как они 76 резиночки отнесутся если это окуня у них нет шансов 76 они сидят это 100 и в рот не очень лезет на спиннинг до 42 грамм не разок теребоньк 0 и все дальше за гонку никто не пошел а здесь уже все под лодкой там на бровочке стоят так мужики обкидали мы уже три самых уловистых точки какие только тут рядом были но результат вы видели что-то как-то пока не хочет идет мелкий противный дождик ну хотя бы ветер еще нормальный поклевочки были ну никого мы пока не поймали я сейчас даже рыбку одну багрянуть попробовал чешуя на крючке осталось сейчас поедем сразу отсюда километра за три будем менять зону ловли тут что-то как-то совсем ладно погнали андрюха он все резинки к с собой сегодня взял на которой никогда не ловил я говорю андрюха ты сегодня сделал все чтобы не поймать ну честно пробовал все перепробовал но вот зря говорят что чем рыбаку хуже тем дроби лучше не врут ни черта не клюет пошел не детский дождик и похоже это навсегда а мне пофигу у меня костюмчик 20000 непромыкаемости андрюхи только 10 5 тебе хана где эти судачки гадкие рыбщики дядя андрей кого-то прет про такое ощущение что ёж ёж какой ёж было точно ершовая очень большой огромный ну ладно хоть что-то сколько уставу уже плаваем сегодня вообще рыба никакая я он оторвал только что хотел привязывать андрюха говорит поймал огромного размера ёж складывай быстрее в пакет да большой лещ огромный лещ лекарь опять насаживать ладно хоть он резиночки белорусские с канала фишинг тудей так на неё активненько заживала хочу сказать ссылочку тоже оставлю недорогие и вкусные хорошие резинки летом работают хорошо да они сейчас работают саня говорил у него вообще они работают по холодной воде лучше лучше да он же у нас разработчик надо попробовать ну ладно хоть что-то клюну ну как разработчик у китыча это китыча да резинка копия да и фиг его знает я уже запутался у меня этих резинок столько я шоу уже не помню кто их и когда и где и делает ладно давай еще лови большого и толстого кто-то повис вернулись мы ребята на утрешнее место так как обкатавши 10 километров водоема поняли что что-то как-то не очень у нас на тут ёрж за хвост и все хорошо да не хочет клевать и ртом мы его будем ловить за хвост тащился думал кто-то съедобный ну конечно хвост на хвост так всегда бывает вот как так ёршик валя отсюда и ты ченку съел 4 дюйма или палка висит сначала показалось рыба подвисла а теперь я уже не уверен сетка сетка да неужели дождались о дядя андрей наверно сачок надо будет это я не понял да коряга я аж так и подумал откуда шире не понял она же ж блин она сама клюнула она клюнула ну как сказать а дергалась рыба рыба ёрш придавил волчара они не клюют они он дали придавил и все я уж прям думал серьезный рыбу ты поймал я уже сам обрадовался думал напоследок хоть что-то время три часа ребята тихо ты брюхо его распахался выживет глаза он вылезли с 12 метров вытащили ну вот с фишинг теога да от с фишинга свет по 16 да 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 вот она увидишь вот он вон там ну мелкий гад дядя андрей разловился да поперла у него опять ёрш до 5 их похоже надеюсь за рот ну наверно да судя по тому как это не то поклевку опять ёрш не она правда у нас рыба клюет как кто-то в комментариях написал то что в сетку сороковку проскочила да и клюет а другой просто нет ну что ну ёрш ну ну нет плакать хочется ё-моё и проплавать вот эту фулу понимаете да что крупнее ничего не клюет с утра вот один был покрупнее и все да все народ он тоже но тут и народ вот мы видели две лодки одни еще в 12 домой свинтили здесь плавала тоже ребята плавали плавали но тоже где-то мы отсюда уходили они тоже никого не было да и он мужик тоже тут сейчас вот постоял покидал покидал ничего не поймал и на берег попалось все мужики время пол четвертого как не клевало так и не клюет ну шо мы сегодня по две рыбки поймали или поскольку ты сколько ты 3 поймал а я 2 я хуже тебя сегодня ну все все мелкое не знаю такое чувство что правда рыба осталась только то что в сеть сороковку пролезла наверное уже пора перебираться на теплую воду температура воды у нас тут 12 градусов наверно в город уже пора там и глубины побольше и в зиме судак обычно туда движется на тут что получилось то получилось новый сынен кстати испытал разловил разловил ну еще не понял короче про спиннинг будет отдельный видосик маленький кухонный думаю не буду затягивать такой минут на 10 на 15 потом сниму еще одну рыбалочку наверно отловлю на него и тогда будет все понятно надо одну нормальную рыбу поймать чтобы понять как он вообще но так все читайте описание под видео там всем ссылочки промокодики ссылка на андрюхин канал будет а то андрюха там видосы снимает а для кого фиг кого знает он там что-то хитрая умудряется снять вечно какие-то информацию какую-то находит интересную о чем-то ладно погнали мы домой что-то у меня уже язык заплетается какую-то фигню вам тут несу всем пока всем пока